Всем доброе утро! У нас завтрак, а вот эта штучка называется пальмерита, что в переводе пальмочка. И по форме она такая же, как российское печенье ушко. Также в баре есть интересная надпись на стене. Если жизнь дает вам лимоны, обменяйте их на кофе. Мы приехали к Красной горе на пляжик. Здесь рядом аэропорт. Так же, как рядом с нашим домом. Мы совсем недалеко здесь живем, поэтому здесь постоянный шум от приземляющихся и взлетающих самолетов. Неплохая погода пока не так прогрелась. Вот вы, кстати, видите на видео, что она красная? Я вижу. Муж мне вещает про этот корабль, который может быть либо с этим... с топливом, либо с песком, который, в общем, равняет морское дно. Мы не знаем. Но, конечно, для меня дикость видеть на пляже вот такой вот кораблик. Кто сразу заметил разницу в стабилизации? Сейчас снимаю на телефон, а вчера снимала на камеру. Камера, конечно, огонь, но со стабилизацией у нее плохо. Платные лежачки. Тут надо еще быть аккуратными, потому что, если вам не нравятся голые телеса, то лучше вам сюда не приезжать. Вон там мужчина. Стараюсь избежать и снять нудистов, но это сложно. Их тут довольно много. А эти товарищи, не знаю, явно не пляжные. Что они тут делают? Ну, и вот пляжик такой, не белый песок. Это натурально? Да, да. Ну, окей, он не был. Это натурально. Это муж говорит, что пляж такой и был. То есть ты не насыпной. И песочек это местный. Что, в смысле, образовалось само. Те голых больше всего вон там. Так что, знаете, туда лучше не соваться. Хотя здесь голые могут быть везде. Этот малый человек, по-моему, не то, что он нудист. Он, по-моему, извращенец. Есть, думаю, большая разница. Ладно, мы недолго посидим здесь. И поедем заниматься другими делами. Это еще на многих пляжах выстраивают, видимо, местные вот такие штуки из камней. Для того, чтобы защититься от ветра. Да, потому что, кстати, вот на этом пляже почти всегда ветрено. А то тоже неприятно, да, лежать. Чтобы вас посыпало все время песком. Ну, в общем, кругом топлес полный. Вот можете посмотреть на растительность местную. Да, вот она вот такая вот низенькая. Такая небуйная. Ну, в общем и целом, пляжик довольно широкий, красивый. Даже, видите, есть этот Сукуриста. Не знаю, как по-русски. Ну, этот, который смотрит, чтобы вы, не дай бог, не утонули. Вот ближе к урезу воды уже такой песочек становится довольно приятный. Неплохой вид на самом деле. Я очень люблю, когда пляж окружен горами. А мы живем, кстати, вот там. Я вам снимала Желтую гору. Надо тоже прикрепить вам ссылку. Это вот она там. А мы живем еще далеко за ней. Ну, как далеко. Пешком далеко, на машине недалеко. Муж говорит, здесь довольно неплохое вот такое песчаное дно. Но оно потом резко идет вниз. И я, конечно, не отваживаюсь. Я пловец еще тот. Научилась я плавать уже здесь во время пандемии. И в море я не отваживаюсь. В море я не отваживаюсь. В море я не отваживаюсь. И в море я не отваживаюсь. Субтитры делал DimaTorzok Кроссовки-то я замочила Мокрые не страшно Страшно, что в них теперь песка набилось Целый вагон Мочим кроссовки Кстати Вот эти вот флажки Зеленые понятно, что означают, что это можно А красный крест на белом фоне Это понятное дело От красного креста Вот машинка стоит Наблюдает За купающимися Чтобы ничего не случилось На этом пляже Заведует красный крест Туалетов я что-то не вижу Нет Есть Есть Туалетов говорит нет В кустиках что ли Все же загадят Мы приехали в магазин Где продаются всякие замороженные продукты Только замороженные Посмотрим У нас на Канарах Магазины этой сети встречаются довольно часто Насколько я знаю На континенте их нет Здесь продаются Различные Самые различные продукты В заморозке Мясо Фарш Пиццы Полуфабрикаты Морепродукты Рыба И овощи В общем здесь можно найти практически все что угодно Цены в последнее время несколько поднялись Но все же еще можно Найти что-то по очень интересным ценам Приятным Даже здесь продаются торты замороженные Особенно меня привлекают фрукты И фруктовые пюре Вот также лазаньи всякие Честно говоря Перестала покупать лазаньи в этой сети Потому что цены как раз поднялись чуть ли не вдвое на них Раньше еще были скидки В последнее время я их не вижу Даже какая-то индийская еда Здесь представлены полуфабрикаты азиатской кухни Даже в этот раз суши я вижу Также всякое для приготовления во фритюре Луковые кольца Креветки Кальмары Уже чувствую сейчас муж мой Ухватит кальмарчиков Здесь крокеты Это тоже очень популярное в Испании блюдо Здесь представлено самое различное замороженное мясо Не стала его в подробностях снимать Потому что еще здесь столпились работники Не хотелось привлекать их внимание лишний раз Но поверьте мне, что чего здесь только нет Под картошку даже отдельный холодильник выделили Но это и не удивительно Испанцы большие любители Так, что это? А, куриные бедрышки А в них завернуты сыр хамон Очень вкусно Вот тоже куриные бедра с костью 2,40 за килограмм Отличное предложение Вот это можно брать Посмотрите размер На протяжении 7 лет жизни здесь Я продолжаю удивляться Легкому испанскому отношению К замороженным продуктам В частности, к замороженному мясу Их почему-то совершенно не беспокоит Что это самое мясо После разморозки становится жестким При этом они неоднократно показывали мне Эту правильную разморозку Именно практически И говорили Вот видишь Вот так оно мягкое И для меня оно абсолютно не мягкое Я сразу чувствую, что оно размороженное Видимо, им просто не с чем сравнить Я не знаю У них, видимо, совсем другие нормы К жесткости мяса И для них это приемлемо Обратите внимание на цену на красную рыбу 19 евро за килограмм Удивительное дело Она сейчас в обычном супермаркете Свежая стоит дешевле Причем красная рыба всегда дорога Неважно, замороженная она или свежая А это, насколько я понимаю Подкопченая красная рыба И при этом замороженная Удивительные дела Здесь у нас представлены Всякие там овощи Смеси, грибы Очень удобно Довольно дешево все еще И мы часто их берем Это ультразаморозка Которая предполагает Сохранение максимального количества витаминов Даже больше Чем если просто охранятся они В естественном своем виде Как видите, можно здесь приобрести Замороженные фрукты и ягодки Даже гранат в этот раз есть И даже каштаны Очень люблю вот это замороженное пюре Из фруктов и ягод Делаю из него диетическое варенье Увариваю Добавляю сахарозаменитель И готово Ну и конечно Тут видимо-невидимо Всяких морских гадов Испания без них Не Испания Кстати, на удивление Те, которые я брала Креветочки различные Моллюски Получились нерезиновыми Так что можно брать Даже вареный крабик Попросила девушку Мне его взвесить Для интереса И посмотреть ценник Получилось 750 граммов Один крабик Уже вареный 11 евро Так что иногда можно Продолжение следует... да может набрал конечно на 55 евро киса очень мне теперь два кота на этом на столе прекрасно уже все распихал по морозилке прежде чем я пошла мыть кроссовки а он уже все по морозилке распихал так так я взяла пюре акаи то есть ягод каких-то экзотических не наших вот такое пюре из манго я делаю из него варенье диетическое добавляю туда просто сахарозаменитель так это не то также я взяла шпинат замороженный буду делать омлет новое то что появилась гранат замороженный не знаю зачем мне нужен но нужен это кстати вот у меня тут грибов которые я собирала вот уже немножко мы подточили это дело но еще есть грибы замороженные которые зимой собирала смотрите видео обязательно потом уже взял вот это вот смесь овощей они уже поджарены картошечка я не люблю эту картошку free вот это тоже мое дорогущий сальмон сальмон очень красная рыба и не помню и за две разные так это не он что еще до фарш куриный вот такие сосиски это сосиски не русские здесь нету бумаги никакой туалетной такие шарики куриные в общем меня муж любит всякого эти как он называется фританга морсия кровяная колбаса сладкая она там с этим с виноградиком сушеным как он называется не знаю не помню замороженные палочки эти крабовые это жесть конечно я вообще не понимаю что еще в общем тоже какое-то рыбное куриные бедрышки без этих самых без скажите я скажу без каждого дивана есть глаза привет привет мы уже так друг друга приближаемся у меня ощущение что это кошка вот это она пукает у меня только что она увидела это и и у меня снова этот в общем появился характерный здесь запах это не я изменяюсь в общем а до этого не было у меня есть все еще стоит лоток потому что не могут они пока они не надо им ходить в один лоток в гостиный лоток стоит и вот он стоит я только что здесь сидела никого запаха не было а появилась эта марвелуша и появился этот запах так что это похоже со страху еще и пукает подмела пола всей квартире у нас белый пол любая соринка все видно не ори и так как у нас марвелуша волосатенькая то вот эти перекати поле они все время везде их видно и для еды еще рано что я приготовила себе коктейльчик что-то как-то я переворщила не тут полу литра коктейля вот если кто не знает смотрите видео что за коктейль а кто кошка липучка была у меня одна кошка липучка теперь две вообще с меня не слазит не барабаны а так пока все монстры спят я решила завалиться в кроватку немножко посмотреть видосиков и и и скушать вот такой вот сырной типа лепешечки фокусируйся муж тоже похоже решил перекусить такому сейчас монстров всех разбудит почему попросила мужа купить мне две этих лепешечки он перестарался в общем муж явно хочет чтоб я растолстела до 100 килограмм да я этих лепешек пока не отказалась нет всего же сразу ладно не фокусируйте буду кушать и чайок сладенький пить с сахарозаменителем муж приготовил себе бутерброд такого размера с кальмарами китин и сай томаты лимон майонез томат и кальмары и тут тоже сантиметров 8 это почему него 2 уже бутерброд первым он не наелся таким же вот такой монстр тоже у меня три монстра они 2 монстр спит бегите монстр проснулся с кисонькой лежим сейчас уже пять вечером это по напала такая лень такая какая-то даже не знаю нега такая очень хочется спать и есть что я даже умяла эти четыре сырные не знаках назвать шарика сто лет так не наедалась но и на самом деле небольшие все равно очень мало ем не постепенно постепенно за видосиками я наелась этими шариками и теперь очень хочется спать так что я наверное прикорну ай ты моя прелесть прийти какой помпезный домик к тогда с претензией на на вычурность на дорого-богато но не думаю что что там на самом деле живут обеспеченные люди вот машинка что я вам говорила когда уже пропаганда выборов закончится с нее снимут эти рупора и да и вот они их сняли сегодня суббота выборы завтра сегодня день раздумья обдумывания так что да вся программа избирательная предвыборная закончена ну что уже к семи вечера солнце клонится к закату место встречи изменить нельзя я на нашем неизменном пустыре надеюсь что не мешает ветер особо завтра выборы муниципальные до муниципальные по-русски органы управления сегодня да никакой уже сказала никакой рекламы как называется чем у нас называется пропаганда ну да наверно вас тоже нас просто реклама называется еще пропаганда поэтому я путаюсь в общем никакой пропаганды этих баллотирующихся товарищей завтра хотим сходить на выборы я скажем так ради интереса я этот как он называется политически несознательный человек с низкой социальной ответственностью и и меня это нисколько не волнует да что еще хотел да хотела показать вам как я покрасилась все таки я рискнула боялась что отключат воду но все таки рискнула и в связи с этим также хочу вам показать страшное последствия отказа от сахара почему-то каждый раз когда я отказываюсь от сахара у меня я вся покрываюсь прыщами скажите мне у кого еще так надо где-то проконсультироваться наверное почему так происходит потому что лицо я трогаю с такой же я люблю трогать лицо я всегда трогаю и тем не менее прыщами я так активно покрываюсь только тогда когда отказываюсь от сахара очень довольно быстро сегодня отказалась завтра в прыщах получше покрываю себя прям пачками и по одному вылезает по три по четыре ты очень такая красивая мало того что страдаешь отсутствие сахара теперь еще и весь прыщах так ладно показываю слабонервным смотреть вот хотела показать вам что я покрасилась свой натуральный цвет очень боялась отключения воды но все-таки ну мы сегодня суббота вряд ли отключат и все-таки отважилась то покрасилась свой натуральный цвет краска без аммиака но так как она из обычного супермаркета совершенно обычная краска то так может быть там и нет аммиака но зато помимо аммиака там всякой дряни можно даже не читать надо будет как нибудь купить нормальную краску если вообще существует ну так как в общем она без аммиака то и продержится и не знаю сколько но пока цвет неплохой а завтра мы хотим сходить на выборы но я чисто так за компанию и ради интерес снимать там нельзя но сходить схожу еще мы хотим съездить на один развал в общем там продают всякую всячину очень я люблю побродить поглядеть чего только нет тем более это же не та всякая всячина которая привыкла там на русских развалах да а это предметы как это ненужные уже из именно испанские на какой-то там испанской старины чем что-то чего я раньше никогда не видела поэтому я люблю побродить это рыночек он проводится воскресенье так что хочу на него съездить и вас взять с собой но там прям страшно показывать там ну прям развал завал скорее даже и вот еще что хотела показать и хотела у вас спросить так же ли у вас я когда отказываюсь от сладкого вся покрываюсь прыщами у меня вот 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 ну как-то видео это скрашивает да все таки там какие-то фильтры стоят я сейчас так на видео не вижу но у меня огромный прыщ пол носа и у меня это происходит каждый раз когда я отказываюсь от сахара то есть буквально там второй день отказа от сахара и у меня уже все все засыпано у меня реально уже с этой стороны и с той стороны вылезают они сразу по три по четыре я никак ничем это не закрашиваю не очень люблю макияж не люблю это ощущение на лице не люблю как это выглядит и очень пока я сама не пугаю себя в зеркале я так и буду не краситься максимально что могу там подвести глаза и губы это все что еще и я не понимаю почему именно отказ от сахара так сказывается почему он провоцирует появление прыщей вроде и вот я считала и всегда где слышала что наоборот как отказываешься то есть сахар это причина появления прыщей а у меня наоборот то есть когда я сахар ем у меня более-менее все а как только отказываюсь я себя покрываюсь вот у кого еще так расскажите ну и день наш заканчивается сейчас уже к 7 вечера солнце близится уже клонится к закату мы пойдем сейчас погулять а с вами я буду прощаться и обязательно подписывайтесь ставьте лайки чтобы я понимала нравится вам не нравится пишите комментарии и очень рада что вы были со мной и надеюсь что будете завтра так что надолго с вами не прощаюсь только до завтра обязательно смотрите обязательно будет интересно пока пока